Нас интересовал период, который, в общем-то, характеризовался отсутствием, чего? Закона. В этот период отсутствием закона было обетование, что Бог произведет великий народ от Авраама, Ицхака и Иакова. Было такое? Было. Было. И мы вспоминали некоторые вещи некоторых людей. Мы вспоминали. Кого еще? Здесь у нас было что? Первое. Раз, когда мы встречали. Какое слово? Дерта. Да. Спасибо. Жертва. Жертва. И жертвы. Я сюда десяти. Жертва. Жертва. Да? Все сожжение. Чистая и нечистая. Женя, чистая и нечистая. Здесь. Здесь. Ничего нового как бы не было по сути. Нас интересовало, что человек, первый раз, когда он явился к нему, в общем-то не проявил особое чувство благодарности, а воспринял обетование. И здесь мы встречаем желание человека вступить в завет. Здесь Бог желал вступить в завет. Здесь человек выступил инициатором вступления завета. Посредством даяния 10%. Посредством даяния 10%. Так мы это все помним? Да. Но наступает следующий период. Наступает следующий период. В этом периоде он характеризовался, весь этот период, что Бог вступал с человеком в какие-то взаимоотношения. И человек каким-то образом, достаточно странным, хотел реагировать на те взаимоотношения, в которые Бог вступал с ним. И каким образом человек реагировал? Он строил жертвенник, приносил дары. Казалось бы, в общем-то, достаточно материальные вещи. Да? Дар материальный, а Бог дух. Но человек при помощи материальных вещей хочет вступать во взаимоотношения с Богом. Которому, по большому счету, дары человека не могли. Но мы говорили о том, что дар, он имеет удивительное свойство выражать наше чувство. А вот чувство, это уже нечто нематериальное. Таким образом, материальные вещи могут нас погружать в нематериальный мир. И таким образом мы можем строить путем материальных каких-то вещей взаимоотношения с нашим Творцом. Здесь, в общем-то, человек выражал то, что он хотел, то, что он желал, абсолютно легко и свободно. И делал это так, как он это себе понимал правильно. Не было какого-то установления, которое гласило, послушайте, вы должны сделать вот так. Сначала перекреститься, потом 10 раз поклониться, потом сплюнуть три раза через левое плечо, а потом подойти к алтарю. Не было таких правил? Не было правила покрыть голову, да? Не было правила навязать что-то на руку и потом только произнести определенное благословение, определенную браху. Не было таких правил. Человек выражал свои чувства так, как он себе это представлял. Почему? Потому что человек был еще достаточно мал. во взаимоотношениях с Богом. И мы будем смотреть сейчас, как будут развиваться взаимоотношения человека и Бога, и как человек возрастает в этих взаимоотношениях. Что происходит, когда ребенок маленький? В каком смысле? Да, согласен. В каком аспекте вопрос? Даяние. Подарков. Ребенок выражает свои чувства. И мы говорили, что эти люди выражали свои чувства. Но как он их выражает? Так, как он себе это представляет. Улыбается. Когда он немножко подрастает, он начинает делать что-то своими руками. И он дарит своим родителям какие-то поделки, которые он делал. Кто-то делает аппликации, кто-то лепит из пластилина. Рисует. Нет никаких стандартов, которым бы соответствовал подарок ребенка. Вот что он умеет делать, как он это умеет делать, как он представляет это хорошо, как он может выразить свои чувства, так он их и выражает. Правильно? И с течением времени, в общем-то, мы не предъявляем особых претензий к его дару. Мы говорим, слушай, что-то художественная ценность твоего рисунка весьма низкая. Как-то ты вот неаккуратно это все нарисовал. Можно было бы поаккуратнее, да? Вот смотри, репродукция, желательно, чтобы твой рисунок каким-то образом соответствовал этой репродукции. Или мы, в общем-то, не обращаем никакого внимания на то, как исполненное нас интересует больше его отношение к нам, выраженное вот в его подделках. Да? И нас радует не высокохудожественная ценность этого творения, а нас радует, что он выражает каким-то образом те чувства, которые он питает к нам. Так мы это все понимаем? Самый дорогой рисунок. Самый дорогой. Лучше, чем картина Рембрандта. Для нас. Потому что это чувство, которое выражает наш ребенок к нам. И нам это, безусловно, нравится. Но наступает момент, когда этот мальчик, девочка, они вырастают. Да? И у меня сын старше был, младше, я еще особых требований не имею. Но достигнул определенного возраста. Я сказал моему сыну о том, что его уже дар, он должен быть не только картинка, нарисованная от руки. В чем он дарит, это собирался не мне, если бы это мне, это бы было нормально, он собирался дарить это маме. И я ему спросил, сынок, а может, ты имеешь какие-то деньги? Ну, в общем-то, да. Мог бы ты еще что-то купить. Почему? Потому что ты достиг уже такого возраста, где ответственность у тебя несколько другая, чем у младшего поколения. Они еще могут как бы делать то, что они считают справедливым и правильным. Но к тебе уже требования несколько другие. Почему? Потому что ты вырос. Это нормально? Да. И по мере того, как ребенок растет, в общем-то, требования к нему, они что? Уменьшаются или вырастут? Возрастают. Возрастают. Здесь понятно? И раньше никаких требований, никаких, в общем-то, вопросов. Они добровольно выражали свои чувства так, как они себе это представляли. Кто-то приносил дары, кто-то строил жертвы, жертвенники, приносил жертвы все сожжения. Авраам строил жертвенники, отделял десятину, да? Ицхак, ну, тоже строил жертвенники. Этот добрый человек строил жертвенники, но и вступил в завет с Богом посредством того, что он пообещал отделять десятину. Да? По-разному. Что было по-разному? Были какие-то вещи одинаковые, ну и были те вещи, которые отличались. Да? Но теперь наступает время закона. Безусловно, понятно, что разбор всего, что происходило в период до закона, был неполным, весьма поверхностным. И мы взяли только те примеры, которые нас интересовали, как более яркие. Но были еще множество других примеров за не менее времени, которые мы не можем разобрать. И наступает период закона. И когда наступил период закона, вот он наступил, Бог говорит, я создал народ, да? Он дает народу справедливые постановления. Мы говорили в Второзаконе 4.8. Бог говорит о том, что те вещи, которые мы будем разбирать, они заповеди, постановления, они прежде всего говорят о справедливости. Понятие справедливость неразрывно связано с понятием Творца. Это понятно? Неразрывно связано с понятием Творца. В общем-то, существует определенный конфликт. Всегда этот конфликт на протяжении всей истории человечества существовал. Конфликт между личностью и обществом. Личность, как правило, хочет быть свободной. Делать то, что есть за благорассудица. А общество хочет, чтобы личность имела некую ответственность перед ним. Здесь понятно? Да. И, в общем-то, не все согласны личности с той ответственностью, которая хочет, чтобы имела общество. К примеру, мы живем в некой стране, в данном случае Украины. Справедливо, если страна, в которой мы живем, хочет получать с граждан, которые живут в этой стране, какие-то налоги. Ну, справедливо, это правильно? Это нормально. О, смотря какие. Некоторые люди в этой стране считают, что налоги этой страны несправедливые. Соответственно, не хотят их платить. Ну, и наступает, в общем-то, в некой степени ответственность за то, что они не хотят их платить. Но личность говорит, послушайте, я не устанавливал эти налоги. Я не принимал решения по величине этих налогов. Вообще, я считаю это неправильно. Спросите у меня. Но у личности, в общем-то, никто не хотел спрашивать. Личность говорит, слушайте, никаких проблем, я могу подождать. Личность говорит, послушайте, я хочу служить в армии? Нет. А государство говорит, личность, ты имеешь долг передо мной и должен его, в общем-то, отслужить. И вот эти конфликты между обществом и человечеством, обществом и личностью, они возникают, в общем-то, на протяжении всей истории человека. Но Бог, давая закон своему народу, он говорит, послушайте, ребята, он справедливый. Вот требование справедливости. Вот это правильно. И Израиль имеет закон, данный ему свыше, как данность, как нечто, что получено в подарок, в дар, вот в таком виде. Ему не дали его на рассмотрение, на ратификацию. Ему сказали, вот этот закон, ни у кого из народов земли такого закона справедливого нету. Понятно? Нету ни у кого. А вам я его даю. И взаимоотношения между личностью и обществом, они были очень четко определены в этом законе. Израиль не вырабатывал их с течением времени. Он не строил и не говорил, о, слушайте, давайте попробуем вот так. Нет, так неплохо, как бы, давайте по-другому. У нас есть другие идеи. Нет. Они получили, Маше взял, принес и сказал, вот вам, ребята. Бог спросил, есть ли такой справедливый закон и постановление у кого-либо еще. Нет, нету. Понятно, да? Бог учреждает и регламентирует все отношения между личностью и им. Он регламентирует взаимоотношения между личностью и обществом. Он регламентирует взаимоотношения между личностью и служителями, между народом и служителями. Все взаимоотношения в сообществе, они описаны в законе, который дал Маша. Который Машепов, в свою очередь, получил на горе Сенат. То есть все это описано и получено. И Бог не обсуждает детское поведение всех до этого периода. Он говорит, мы больше не будем делать так, как мы считаем справедливым. Так, как мы делали раньше. Он не говорит, послушайте, вот это, мне кажется, было не совсем правильно. А вот это было правильно. Вот это мы не делаем. А вот это мы делаем. Бог не вступает в такую полемику, разбирая поступки различных людей, которые совершались до закона. Он говорит, когда вы войдете в землю, вы будете поступать уже вот так. Так, все. Тот период времени, когда каждый поступал так, как ему казалось справедливо, он закончился. Теперь начинается новый период времени, когда вы будете поступать так, как я вам повелел. Или скажу. Понятно, да? Итак, Бог в этот период вступает со всеми людьми во взаимоотношения, как народом или частью народа. Бог учреждает для них место поклонения, правило поклонения. И теперь любой член сообщества или народа Божьего является частью народа Божьего. Он не является кем-то оторванным, неизвестным. Бог говорит, я отделил для себя свой народ. И теперь вступаю во взаимоотношения с моим избранным народом. Его избрание в том, что я его отделил для кого? Для себя, для того, чтобы общаться с Ним, являть на Нем свою чистоту, святость, чтобы Он показывал ее всем остальным народам и был светом для всех остальных народов на этой земле. Амин. Слава Богу. Остается только маленькая дверь. Вхождение в число народа Божьего. Большая просьба. Не делайте вот таким вот образом. Не покидайте класс. Даже в школе дети, они спрашивают, можно я выйду из класса? Понятно, да? Не покидайте. Потому что у меня на классе, иногда вот когда люди так выходят, они зайти обратно не могут. То есть, если они вышли сами, то вернуться они не совсем могут. Вы же пришли сюда учиться? Ну, пожалуйста, давайте все будем учиться. Потому что мне тяжело для каждого, кто будет выходить и заходить, повторять одно и то же по несколько раз. Никаких проблем нет. Может быть, это действительно настолько важный звонок, что надо ответить. Я подожду. Хорошо? Вы потом расскажете. Хорошо? Итак, Бог строит преграду. Он отделяет весь свой народ от всех остальных народов. И Он объясняет, почему Он это делает. Он запрещает людям, которые вошли в число Его народа, смешиваться с другими народами. Выдавать дочерей и брать чужих жен. И объясняет, в общем-то, почему Он принял такое решение. Хотя мог бы и не объяснять. Но Он говорит, если вы так будете делать, то те люди, которые войдут в ваше число из других народов, они развратят вас и склонят вас к ихним богам. А этого не стоит делать. Потому что если это произойдет, то у вас в жизни появится ряд сложностей во взаимоотношениях со мной. И мы видим, что мудрейший человек в всей земле, Соломон, царь Соломон, не совсем был послушен данному повелению. И в конце своей жизни были некоторые проблемы у него с женами и их богами. А, соответственно, и он не до конца был предан Господу. Да? Его сердце отклонилось. Так вот, в этой ограде, в этой стене существовала маленькая дверь, через которую представители всех остальных народов могли войти в число народа Божьего. эти люди назывались как геры в синодальном переводе. Пришельцы. Мы как бы воспринимаем человека, который пришел, пришелец, да? А потом... Так вот, это не ушельцы. Это те, которые пришли и остались. Да? И для них, в общем-то, распространялся закон Божий. Это были те люди, геры, пришельцы, или в греческом варианте. Кто это были у нас? Спасибо. Празелиты, да? Которые вошли в число народа Божьего и взяли на себя обязательство исполнения закона Божьего. Такие люди, в общем-то, уравнивались в правах с природными потомками Авраама, Ицхака и Иакова. Закон был для них и для потомков Авраама, Ицхака и Иакова один и тот же. Если они исполняли его, то и защита закона распространялась на них. Их дети были кто по национальности? Евреями. Их внуки и так дальше, и так дальше, и так дальше. Они уже были евреями. Единственная часть, в чем они отличались от потомков Авраама, Ицхака и Иакова, состояла в чем? Не было у них земельного надела в Израиле. Не получили они. И поэтому, мы будем смотреть, были специальные постановления, где Бог являл свою финансовую заботу о этих людях. Мы будем смотреть, какие же Бог дал своему народу программы по защите слабо обеспеченных слоев населения, как у нас сейчас принято говорить. И так, с самого начала мы посмотрим на такое местописание, как Второзаконие 16 глава, 16-17 стих. Есть определенное желание у Бога. Есть определенное желание у Бога. И он его выражает достаточно четко. Второзаконие 16 глава, 16-17 стих. Три раза в году весь мужской пол должен являться перед лицей Господа, Бога твоему, на место, которое сберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться перед лицей Господа с пустыми руками. Ага. Ага. Бог говорит, что если вы решили прийти ко мне, то мне не очень приятно, если вы придете ко мне и у вас в руках ничего не будет. Нормально? Но смотрите, у меня в руках что-то есть. Я люблю, чтобы у меня руки чем-то были заняты. Это ли имелось в виду, чтобы мы чем-то руки свои заняли? Он говорит, послушайте, но каждый с даром в руке своей. А дар имеется в виду естественно ему же, который в общем-то ни в чем не нуждается. Да? Он говорит, не являйтесь предлицом моего с пустыми руками, но являйтесь даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое он даст тебе дал. Дал. Угу. Бог говорит, послушай, а ну-ка посмотри назад. Да? Он говорит, что-то произошло в твоем прошлом. Что-то произошло в твоем прошлом, и мне было бы интересно, чтобы ты посмотрел на то, что произошло в твоем вспоминая вспоминая Каина и Авена. Спустя некоторое время, спустя некоторое время, что-то произошло в жизни этих людей, и они решили принести что? Что? здесь говорится тоже, собственно говоря, о даре. И Бог говорит, когда ты будешь идти ко мне, посмотри куда? 16 глава автора законе, 16 и 17 стих. Бог говорит, послушай, я хочу, чтобы ты посмотрел назад, и ты оценил то, что произошло в твоей жизни за этот промежуток времени, и чтобы оценку ты взял в свою руку. Что это значит? что это значит? Когда я смотрю на свои взаимоотношения с кем-то и хочу подарить ему подарок. Что это значит? Моя благодарность. Спасибо. Благодарность. Я хочу отблагодарить. Я оценил то, что я получил и хочу в общем-то отблагодарить. И чем выше моя оценка, тем больше дар. Чем ниже я ценю то, что этот человек сделал для меня, тем меньше дар. И это моя благодарность. Вспоминаем благодарные люди. И он говорит, послушайте, я хочу, чтобы три раза в году вы оценивали, хотя бы три раза в году, вы оценивали то, что произошло в вашей жизни. И я хочу посмотреть на то, как вы цените то, что я сделал для вас. И может быть такое, что человек пришел с пустыми руками. Может быть такое? Мы сегодня видим людей, которые приходят к Богу с пустыми руками. Видим мы таких людей? Знаем. Иногда мы сами такие. Видеть хорошо у всех остальных окружающих, это все правильно. Иногда мы сами приходим к Богу с пустыми руками. Все нормально? Я никого не обидел, нет? никого не обидел? Ну хорошо. Хорошо. Вы как-то реагируете. Я чувствую, что полаудитория обиделась на меня. Задумаюсь, да? Хорошо. Итак, иногда мы приходим с пустыми руками, но Бог говорит, для меня это что-то значит. Для меня это значит следующее. Либо я вас не благословил, вообще такое может быть? Солнце встало сегодня утром. А? Да. Мы живы до сегодняшнего дня. Дышим, спим. Бог дает силы и крепость приобретать нам богатство, трудиться, заниматься. Бог дает благословение. Вариант номер два. Вы просто неблагодарны. то есть выберите любой. Ну а какой третий вариант? Ну придумайте третий. Тогда руки не пустые. Или пустые? Благодарны, но пустые руки. А я спросил, выберите вариант, когда руки пустые. Ничего. Значит Бог вас не богословил. В смысле? Ну в руки возьмешь, принесешь. Послушайте, скажите мне, пожалуйста, говорится о каких-то духовных вещах? Или Бог говорит, возьми дар твой в руку твою? Если вы можете взять свое благодарное сердце в руку, я ничего не имею против. Я очень не духовный человек. Я понимаю все в общем-то достаточно буквально. Бог говорит, посмотри, как я тебя благословил. Возьми это в руку и принеси ко мне и покажи. Просто покажи, я хочу посмотреть, что у тебя где? В руке. Нигде это в сердце, нигде это глубоко в душе, нигде это спрятано дома осталось. Говорит, я хочу посмотреть в твою руку. Я хочу видеть оценку того, как я тебя благословил в твоей руке. Слово десятина там написано? Смотрите, там написано благодарность. По поводу десятины мы будем говорить чуть-чуть позже. По поводу десятины мы будем говорить чуть-чуть позже. 10% это отдельная история. Это 10%. Это такая цифра, сумма такая. Но мы говорим сейчас о вещах, которые произошли в жизни Ноаха. Это благодарность. Каин это благодарность? Нет. Авель благодарность. Да? Мы говорим о благодарности. Авраам отделил десятую часть. Это было просто десятая часть. Это было просто 10%. Потому что он выражал свою зависимость. Он благодарил Бога. Но когда вопрос стал о том, что кто-то может бросить тень на то, что он делал, он говорит, все, забирай все. И шнурки тоже. Вопрос не в размере, а вопрос в благодарности. И Бог говорит, я хочу увидеть эту оценку того, что ты получил в твоей руке, мой хороший. Не в твоем сердце, а в твоей руке. Чувствуете разницу? Мы иногда очень сильно благодарим Бога глубоко в душе, а он говорит, я хочу увидеть твою благодарность в руке. И это прежде всего нужно для меня, а не для него. еще раз, это нужно для меня, а не для него, потому что кто должен посмотреть? Я. Кто должен размыслить? Ведь когда Авель пришел и выражал свою благодарность, он говорил о том, что послушая Божия, я понимаю, что моя жизнь, она зависит от кого? И это была его вера. А Каин договаривался на что? На будущее. И мы говорим, что вера, она была несколько лучше. Вопрос был не в даре даже, а в вере. И здесь вопрос, когда я смотрю назад, насколько я правильно оцениваю вот эти события, как благословения, которые пришли от Господа. Насколько я вижу его дела в моей жизни, насколько я размышляю над тем, что он сделал для меня, и насколько я способен включить свою веру и понять, что это все делала его рука. И тогда, понимая это, осмысливая это, моя вера будет возрастать и мой дар будет возрастать. Но если этого нету, то что-то со мной происходит. Значит, я не вижу всего этого, значит, я не понимаю всего этого, и значит, я не благодарю за все это. Понятно, о чем идет речь? Но Всевышний говорит, послушай, ты должен прийти ко мне, и твои руки не должны быть пусты. Я хочу видеть в них оценку. Но когда мы понимаем, что Бог видит нашу оценку, его благословения, то мы будем как-то относиться к тому, что мы делаем. Это понятно? Что мы будем размышлять, ведь мы смотрим закон, и закон очень часто говорит, помни, 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 помни. И здесь говорится тоже, чтобы мы что делали? Помнили, вспомнили, посмотрели. Не послушайте, друзья мои, у человека или у народа, у которого нет прошлого, не будет будущего. У людей, у которых нет прошлого, не будет будущего. Они неправильно оценивают свою жизнь, они неправильно оценивают тот, кого не зависит, они неправильно вообще понимают смысл происходящего. Уже они не помнят прошлого. О грехах сказали мудрецы, что Бог помнит то, что человек забывает. И забывает то, что человек лучше помнить о своих поступках, о своих делах, чтобы Бог нам некоторые из них не напоминал. Но стоит нам пройти мимо, не обратить внимания, забыть, придет тот момент времени, когда Бог придет и скажет, я не забыл, давай поговорим об этом. Понимаете, о чем идет речь? И здесь Бог говорит, послушай, посмотри, оцени, и приди, принеси этот дар. И это не нечто, знаете, как бы страшное наказание, тяжелое катар. Да? Вспомним благодарного ноя. Он не искал расположения на будущее, он благодарил за то, что произошло в прошлом. И мы видим, что Всевышнему это нравилось. Здесь понятно? Теперь перейдем к достаточно сложному вопросу. Бог учреждает институт священства. Бог учреждает институт священства. Вы знаете, институт, университет, школа, что-то, да, оно требует своего обеспечения. 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 И Бог учреждает институт священства, он говорит о том, что у меня тут будут служители, которые будут служить. да? Которым я дал, верил мой закон, да? Были такие люди? И которые будут служить. Но послушайте, существует легкая проблема. проблема. Существует легкая проблема. Проблема заключается в том, что все это должно финансироваться. Знаете, вот эта школа, она, в общем-то, существует за счет каких-то финансов. Существует? И эти финансы где-то нужно, как это ни странно, брать. И учреждает достаточно большой институт. Институт был государственного масштаба, да? для всего народа. Это институт священства. Он учреждал его. И когда он его учреждал, он говорит, послушайте, для этого института должны быть специальные источники финансирования. Должны быть специальные источники финансирования. И эти люди, они будут заниматься специальным трудом. Они будут вас взращивать. Знаете, есть такие люди, назывались детоводители. Да? Они воспитывали детей. Они бесплатно это делали? Нет. Им надо тоже за это платить, как это ни странно. И вот он учреждает людей, дает им закон, который становится детоводителем кому? Машеху, как сказано в послании Галатам. Да? Галатам 3 глава 24 стих 1 часть стиха А. Галатам 3.24 И за все это кто-то должен заплатить. Да? Кто-то должен заплатить? И вот после перерыва мы узнаем, кто же должен заплатить за все это. В Продолжение следует...